Прошедшая неделя была насыщена на спортивные события. Коммунальщик бесславно завершил чемпионат. Алтайбаскет познакомился с будущим главным тренером. Динамо обыграла «Зенит», но уступила «Чите». В эфире «Спортивный клуб». Смотрите сегодня в программе. Крупная победа над «Зенитом». Динамо проводит один из лучших матчей сезона. Первое знакомство. Алтайбаскет дождался приезда главного тренера. Печальное окончание сезона. Коммунальщик завершает чемпионат на последнем месте. Четыре дня остается до юбилея Алтайского края. Наш регион в этом году отмечает 80-летие. Не обошлось в 2017-м и без значимых спортивных достижений событий. Для двух флагманов Алтайского края – волейбольного университета и Алтайбаскета – год 80-летия региона прошел успешно. Алтайбаскет под руководством Михаила Терехова, собрав по ходу сезона боеспособный коллектив, сумел подарить любителям баскетбола настоящий праздник. В финале серии плей-офф с Уралмашем команды провели максимально возможные пять матчей. В итоге серебро, безусловно, пришлось по вкусу и болельщикам, и баскетболистам. Что касается университета, то пройдя повышение в классе и вернувшись в высшую лигу, команда Ивана Воронкова сходу завоевала серебряные медали. И если бы не отмена переходного турнира, вполне могла побороться за выход в Суперлигу. Настоящим праздником, и это факт, стало возвращение в этом году на мировую арену Сергея Шубенкова, пусть и в нейтральном статусе. Проведя полтора года без больших стартов, наш легкоатлет вернулся, чтобы с триумфом завершить спортивный сезон. Удачные выступления на этапах бриллиантовой лиги, успех на международном турнире в Венгрии и ожидаемое волнение перед главным стартом сезона чемпионатом мира в Лондоне. Как всегда, главное опасение, что даже если я покажу очень быстрые секунды для себя, то это ни в коем случае не гарантия, что кто-то другой не покажет секунды еще быстрее. Быстрее Сергея в итоге пробежал лишь ямаец Самар Маклеот. Сергей завоевал серебро чемпионата мира. Уже позже, на заключительном этапе бриллиантовой лиги, наш атлет впервые в карьере выиграл общий зачет этого крупного турнира. Кроме того, в год 80-летия региона Сергей трижды признавался лучшим атлетом страны. В мае, июне и августе. Так держать алтайский чемпион. Мы верим, новые победы еще впереди. Прощай, плей-офф. Хоккеистки-коммунальщика провели заключительные матчи чемпионата. Как это было, знает Дмитрий Будков. Перед заключительными домашними играми барнаульские спортсменки лишились даже теоретических шансов занять четвертую строчку, гарантирующую право на попадание в плей-офф. Но шанс покинуть последнее место в турнирной таблице все же оставался. Для этого коммунальщику нужно было обыграть одного из лидеров чемпионата питерский метрострой в отсутствие пяти игроков, с которыми пришлось разорвать трудовые отношения. Мы этим составом 6 лет играли и толку никакого нет. Чем дальше играем, тем хуже играем. Люди, считаю, потеряли какое-то желание, какое-то чувство. В начале первой игры обе команды не стали форсировать события. Алтайские хоккеистки ничуть не уступали соперницам ни в скорости, ни в концентрации. Поэтому мяч, забитый питерцами на 21-й минуте, стал неожиданностью для обороны коммунальщика. Даже при счете 0-1 наша команда продолжала создавать давление на ворота гостей. Тренер метростроя Алексей Бойцов очень эмоционально реагировал на действия своих хоккеисток. До 47-й минуты матча соперники сумели отправить в ворота алтайской команды еще четыре мяча. Причем три из них записал себе в актив Каролина Азару. Уступая 0-5 коммунальщик сумел один мяч отыграть. Ирина Детюк отличилась после розыгрыша штрафного углового. Точку в игре поставили хоккеистки метростроя. 1-6. Крупное поражение алтайской команды. У нас новая тактика. Мы отрабатываем. Единственное, что, конечно, у нас очень маленький состав. Нам тяжело в этом плане, что замены нет. Ну, у Барнаула, в принципе, такая же ситуация. Ну, вот побеждать сильнейшим мы забили. Намного больше. В ответ на игре наши хоккеистки не смогли взять реванш. Коммунальщик уступил. 4-5. Барнаульцы заняли последнее место, так и не сумев выбраться из подвала турнирной таблицы. Дмитрий Бутков, Анатолий Фукс. Спортивный клуб. Футболисты барнаульского «Динамо» провели очередные матчи. В Барнаул на этот раз пожаловали лидер чемпионата «Иркутский зенит» и «Чита». Николай Тихонов расскажет о результатах. Эту встречу болельщики не зря окрестили матчем тура. Встречались два лидера первенства – «Зенит», занимавший после первого круга первое место, и «Динамо», находившаяся на второй строчке в турнирной таблице. Неделю назад команды встречались в Иркутске. Тогда соперникам не удалось выявить победителя. Матч завершился нулевой ничьей. Встречу обе команды начали в среднем темпе. У хозяев выделялся нападающий Владислав Аксютенко. Именно он уже на 10-й минуте открыл счет. Думали, что Барнаул с первых минут пойдет на, скажем так, беспощадный штурм. Но Барнаул отдал нам мяч, а мы растерялись, не знали, что с ним делать. Под занавес тайма Владислав Аксютенко вновь оказался в центре событий. После навеса в штрафную он удвоил преимущество. Во втором отрезке игры хозяева, несмотря на моросящий дождь, продолжали создавать момент за моментом. Дважды после ударов вышедшего на замену Виктора Липина мяч попадал в одну и ту же штангу и рикошетом возвращался в поле. И все же напор и желание забить принесло «Динамовцам» свои плоды. Уже в компенсированное время Виктор Липин все же сумел отличиться, сделав счет 3-0. Все время пребывания меня на посту главного тренера в команде «Динамо» – это была лучшая игра с моей точки зрения. В плане самоотдачи, в плане реализации, в плане желания. Не прошло и трех дней, как «Динамовцы» встретились с «Читой». Увы, результат не впечатлил. Поражение с минимальным счетом 0-1. К слову, единственный мяч в ворота «Динамо» забил воспитанник барнаульского футбола Артем Яркин. Николай Тихонов, Сергей Балуев, спортивный клуб. В Барнаул прилетел будущий главный тренер Алтай-баскета Ромуальдос Петронис. Подробности знакомства с литовским специалистом далее в программе. Для Ромуальдоса Петрониса это одна из первых встреч с игроками и административным штабом Алтай-баскета. Сослуженный тренер Литвы прилетел в Барнаул накануне. Основная задача наставника – знакомство с молодыми баскетболистами. В этом сезоне флагмана алтайского баскетбола кардинально сменил вектор комплектования команды и всерьез задумался о подготовке ближайшего резерва. Сейчас наш коллектив практически полностью состоит из своих воспитанников. Это правильно, я думаю, потому что, знаете, легионер он как музыкант приехал, сыграл и уехал. А смотря на перспективу дальнейшего развития, надо подтягивать и своих российских ребят. В России никогда не было дефицита на хорошую молодежь. Пока наставник прилетел лишь с ознакомительным визитом. Официально по рабочей визе он сможет приступить к своим обязанностям только в январе 2018 года. Сейчас хед-коуч Алтай-баскета знакомится не только с баскетболистами клуба, но и с материально-технической базой. Кроме того, заслуженный тренер Литвы выступит в качестве консультанта. Европеец, литовец, хорошей школы. Известно, что сербы, югославы, литовцы, латыши, они, как сказать, очень требовательны. И у них очень хорошая школа, и они, ну, как бы, хорошие специалисты. И мы ждали тренера, и я думаю, все получится. У него очень хорошие планы, цели. И он себя ставит не как тренер, а как можно сказать папа большой семьи. Уже сегодня вместе с баскетовцами Ромоэльдес Петронис отправится в Екатеринбург на квалификационный раунд Кубка России, чтобы посмотреть команду в действии и соперников по предстоящему сезону. Игры на Урале Алтай-баскет проведет с 15 по 17 сентября. Антон Скаля, Анатолий Фукс, спортивный клуб. На трассе здоровья Мариара накануне собрались спортсмены различных видов спорта, чтобы принять участие в соревнованиях по кроссу. Чемпионаты первенства Алтайского края по кроссу традиционно проходят в начале осени. В них принимают участие сильнейшие легкоатлеты, лыжники, биатлонисты и представители спортивного ориентирования региона. Для них это первый старт после межсезонья. Задача для лыжников как раз, у них сейчас предсезонная подготовка проходит, это как контрольные старты на физическую готовность и готовность к большой работе в зимних условиях. На этот раз в забегах на различные дистанции в зависимости от возраста приняли участие 246 спортсменов. 167 мужчин и 79 женщин из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Ребрихинского, Шипуновского, Алтайского и Тальменского районов. Каждый из участников, кто пришел в это осеннее утро на трассу здоровья Мариара, ставил перед собой самые серьезные цели. Каждый старт это какие-то эмоции, даже какие-то краевые или Россия, для спортсмена это просто выложиться, продышаться. В итоге на финише победители и призеров ожидали не только бурные овации болельщиков, но и дипломы и медали от организаторов турнира. И на сегодня у меня все. Болеем за Алтай, университеты Алтайбаскет. До новых встреч ровно через 7 дней.